Альметьевск О самых значимых событиях четверга В студии Эдуард Прокопьев Главная тема выпуска Открытый урок Глава района Айрат Хайрулина Встретился со школьниками и педагогами Одной из альметьевских школ Мы очень рады, что глава города Айрат Ренатович Именно так тесно Организует сотрудничество с нами Помог подруге Потерял 5000 Мошенники осаждают альметьевцев в соцсетях Спустя некоторое время Он перезвонил своей знакомой И в своем удивлении узнал, что помощи она не просила А ее страница в социальной сети взломана Войти в горячую избу Для них не проблема Альметьевские девушки приняли участие В чемпионате Татарстана по пожарно-прикладным видам спорта Начала нас готовить Мария Михайловна Она тренер по легкой атлетике Мы ее очень любим Но она очень требовательная и строгая Сегодня глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайрулин Побывал в школе номер 24 Познакомился с коллективом Пообщался с учениками и учителями Поинтересовался проблемами Высказал свое мнение Затем с участием главы состоялся Открытый урок математики В 11 классе А после него пресс-конференция с преподавателями Подробности в следующем материале Посмотреть на образовательный процесс изнутри Вот главная цель визита в школу главы района Айрата Хайрулина Визит начался со знакомительной экскурсии Посмотрели столовую, краеведческий музей, спортзал По ходу глава дал несколько рекомендаций Заменить стенд о нормативах ГТО Сделать его больше и цветны Чтобы дети обратили внимание Заменить стеклянные стеновые панели В свою очередь Айрат Хайрулин выслушал просьбы и пожелания В 24 школе обучаются более 1200 учеников Трудится 87 педагогов В этом году выпускаются 55 11-ти классников Есть проблемы с кадрами Как и во многих школах Альметьевского района Это недостаточное количество специалистов Учителей математики, физики, химии Мы хотим в скором будущем усилить профориентационную работу И связь с высшими учебными заведениями Я планирую отправиться в Челнинский педагогический институт Чтобы напрямую познакомиться с теми Кого мы ждем на выпуске И пригласить к нам в город В наше образовательное учреждение Потому что эту проблему нужно решать Решить логарифмические уравнения вообще непросто А под пристальным вниманием такого количества гостей тем более Но выпускники не побоялись показать свои знания Один за другим решали сложные задания в формате ЕГЭ Определенный объем знаний по математике налицо Подготовка к итоговой аттестации идет полным ходом Ведь экзамены уже не за горами Поэтому вы должны быть профессионалами И поэтому ваше ЕГЭ Это документ, который позволяет открывать двери Во все 500 российских вузов Начиная от московских, заканчивая казанскими, альметьевскими Это самое серьезное испытание в вашей жизни В завершении открытого урока Выпускники решили еще одну задачу Которую им задал сам глава Нужно было высчитать, сколько денег можно получить из банка Под 12% годовых за 10 лет и 20 лет Если изначальная сумма составляет 10 тысяч рублей Причем решить задачу нужно с помощью логарифмических уравнений Не исключено, что с этим примером выпускники когда-нибудь столкнутся в жизни Одиннадцатиклассники изо всех сил постарались выполнить задание правильно У нас есть 10 тысяч рублей Которые уже в банке лежат И к нему прибавляются проценты От этой суммы Финалом знакомства со школы стала пресс-конференция главы с педагогическим коллективом школы Айрат Хайрулин отметил, что обеспокоен результатами ЕГЭ по базовым предметам прошлого года И 24-й школы в том числе Именно поэтому он сегодня здесь Коллективу он поручил максимально ответственно отнестись к подготовке к экзаменам Работать с каждым учеником индивидуально Мы очень рады, что глава города Айрат Ринатович Именно так тесно организует сотрудничество с нами И очень надеемся на дальнейшее сотрудничество Что все, может быть, проблемы и весь процесс он увидит изнутри Глава муниципалитета теперь будет ежемесячно выезжать в учебные заведения города По его словам, с целью получения обратной связи Радик Рахимов, Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ Тема уже сегодня волнующая будущих выпускников – единый госэкзамен До сдачи ЕГЭ остается чуть более четырех месяцев Сейчас выпускники подают заявление на сдачу экзаменов по выбору Одиннадцатиклассникам с выбором предметов нужно определиться до первого февраля А у девятиклассников есть время подумать до первого марта Свои заявления ребята подают в школу, в которой учатся В этом учебном году ЕГЭ будет проходить, как и раньше, в два периода – досрочный и основной Обязательных экзаменов по-прежнему два – русский язык и математика Поменять выбранный на ЕГЭ или ОГЭ предмет можно будет только по решению Государственной экзаменационной комиссии Но для этого должна быть уважительная причина В случае возникновения вопросов по процедуре сдачи экзаменов Можно обратиться на горячую линию Министерства образования и науки Республики Татарстан По телефону, который вы видите на своих экранах К другим темам Работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию без учета индексации Об этом сообщает Управление Пенсионного фонда России Изменения вступили в силу с начала этого года Индексация пенсии – это корректировка выплачиваемой суммы с учетом роста цен и среднемесячной заработной платы Новое правило распространяется на тех пенсионеров, которые трудоустроились до 30 сентября прошлого года Работающими считаются также пенсионеры с самостоятельной занятостью, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и прочие Бывшие на учете в Пенсионном фонде по состоянию на 31 декабря 2015 года Если после 30 сентября вы перестали работать, можете уведомить об этом Пенсионный фонд Написав заявление и подав необходимые документы Уже со следующего месяца выплата вашей страховой пенсии будет вестись с учетом индексации Заявление необходимо подать не позднее 31 мая После чего необходимость в этом исчезнет, так как Пенсионный фонд будет получать данные от работодателя автоматически Безработные пенсионеры будут получать страховую пенсию с учетом индексаций, прошедших во время работы Если пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится Напомним, что индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в феврале составит 4% А уже в апреле настолько же увеличатся пенсии по госпенсионному обеспечению, в том числе социальные Для всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет Эдуард Прокопьев, Альмечиск ТВ Маршрут общественного транспорта РТС «Урсала» возобновил свою работу Напомним, перед новогодними праздниками у жителей Урсалы появилась проблема Отсутствие городских автобусов В конце декабря проводился муниципальный конкурс на обслуживание городских пассажирских маршрутов Маршруты номер 3 и 8 остались без перевозчика Со 2 января по 8 маршруту ходила «Газель» Альмечиского троллейбусного управления С 7 утра до 5 вечера с интервалом движения в 1 час С 11 января маршрут обслуживают два автобуса ПАЗ и НЕФАЗ В дальнейшем, по мере потребности, появится возможность добавить к ним еще один автобус ЛИАЗ Маршрут РТС «Урсала» РТС начинается от остановки РТС до микрорайона Урсала и обратно в том же порядке Подробное расписание данного маршрута и схему вы видите на своих экранах К происшествиям думал, что подруга оказалась в мошеннике Мужчина откликнулся на просьбу о помощи своей знакомой в соцсетях Он через интернет перечислил деньги и только после этого догадался перезвонить Женщина сообщила, что никакого сообщения она ему не отправляла Теперь этой историей занимается полиция Очередной жертвой мошенников стал 52-летний житель Алиметьевска Как сообщили в полиции, в одной из популярных социальных сетей знакомая прислала ему письмо с просьбой одолжить денег Сумма была небольшая – 5000 рублей Поэтому мужчина, не задумываясь, перечислил средства Спустя некоторое время он перезвонил своей знакомой и к своему удивлению узнал, что помощи она не просила А ее страница в социальной сети взломана Поняв, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию Полицейские устанавливают личности и местонахождение злоумышленников Правоохранители напоминают, если вы предполагаете, что вас хотят обмануть мошенники То обязательно звоните в полицию по телефону 02 со стационарного и 020 с мобильного Также не стоит забывать о правилах безопасности в социальных сетях При регистрации придумайте случайный пароль Для выхода в сеть используйте проверенные браузеры Не принимайте и не устанавливайте файлы от неизвестных Проверяйте сообщения, в которых друзья просят у вас деньги Не добавляйте в друзья неизвестных людей Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Альметьевцы еще раз встретили Новый год Ночь с 13 на 14 января Жители и гости Нефтеграда снова встретились на площади Нефтяников Здесь в рамках проекта 100 дней Нового года развернулись в праздничные гуляния Необычные танцы, творческие конкурсы, гадания и шоу на катке Сделали новогодний вечер по-настоящему праздничным Тему продолжит наш корреспондент Алсу Гутаулина И вновь площадь Нефтяников принимала гостей На сей раз по поводу Старого Нового года Музыка, игры, танцы, конкурсы Дед Мороз и Снегурочка Все эти атрибуты новогоднего праздника присутствовали и в этот вечер А еще гадания по руке и горячая каша Альметьевцы отдали дань традиции, которой уже более 4-х столетий Были и нововведения Конкурсы на лучшие нарядные сани и расписные валенки проводились в этом году впервые Новогодние, не смотрите на то, что они немножечко сейчас помялись Если вы зайдете в тепло, они станут такими же надутыми и красивыми Просто шарики немножко боятся мороза В отличие от вас, вы-то холода не испугались Но вы, дорогие жители, обратите внимание на наш каток Применение своей фантазии и художественным талантом Альметьевцы смогли найти на конкурсе по оформлению валенок Расписные валенки да валенки Они уже почти готовы, смотри, какие хорошенькие сыпятся на сцену Ребята, поднимайтесь, не стесняйтесь Вот они какие чудесные Бабы и папы, помашите ваше важное решение Старались Тебе нужно выбрать победителя Ну и вручить ему сертификат Понять, что у нас есть нециональная обувь Зимняя Они каждый из них старался вышивал Принимал участие А победителем становится То есть я считаю, что это тоже очень Победителем становится Старый Новый год обычно заканчивается вечером таинств и гаданий Ведь согласно древним поверьям Все, что тебе выпало в это время, непременно сбудется Шуточные гадания, праздничные предсказания подняли настроение всем, кто захотел узнать будущее Жители и гости города загадали самые сокровенные желания Под Старый Новый год люди на святках гадают А мы представляем стол травников У нас есть очень много трав, которые люди употребляют Чтобы сердце не болело, чтобы голова была здорова И веничком мы вот вас вот так вот можем так же еще Пожелаем вам здоровья Обязательно надо попарить счастья, любви Вот так вот парят под Старый Новый год И приговаривают И все эти желания исполняют Также на праздники прошел конкурс на лучший оригинальный наряд саней Конкурс был заявлен заранее Объявления увидели многие, решились на участие лишь некоторые Зато сани получились разные и по размеру, и по виду, и по оформлению Ну, находили картонки, вырезали И все, что какая мишура есть Клеили, да, какая фантазия была Клеили, вспоминали сказки Тем временем на катке толпился народ Самые активные пытались поучаствовать в эстафетах И получить символический приз Здесь организовали игровую программу Веселые старты Эстафеты на льду Катание на санках, на коньках, с горки Аквагрим-снежинка Для тех, кто за время гуляния успел проглодаться Сварили сладкую кашу Любители мясного могли полакомиться шашлыками Каша вкусная, каша сладкая На улице здесь особенно Дома каша невкусная Здесь на воздухе, на свежем воздухе Гораздо вкуснее и аппетитнее Нормальное, настроение хорошее Молодцы Такой Дед Мороз классный С ней гурка И очень мероприятие замечательное Молодцы Подкрепившись, народ отправился танцевать Завершился праздник новогодней дискотекой Асуга Таулина, Илька Махмедянов, Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев Альметьевск ТВ И к новостям спорта В Альметьевске проходит 27-й зимний чемпионат Татарстана по пожарно-прикладным видам спорта Чтобы выявить лидеров, в Нефтеград приехали сильнейшие спортсмены со всего Татарстана Конкуренция жесткая, ведь победа здесь – это место в сборной республике и путевка на российские соревнования За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа На тренировочном манеже пожарной части собрались 9 команд Каждая – лидер Сборные Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска и других городов республики приехали сюда за победой Сильнейший состав спортсмена выставили и тренера Альметьевска Каждый показывает достойное время Еще бы ведь на кону участие в российском этапе соревнований По итогам этих соревнований будет отбираться сборная республики на чемпионат России Которая будет проходить в городе Ульяновске с 1 по 4 марта Где соберутся сильнейшие команды России Брат и сестра Артур и Регина Рахматулина считаются одними из лучших в Альметьевской сборной Артур в пожарно-прикладном спорте 3 года Он привел сюда сестру Регина пока начинающий спортсмен, но перспективный, считает брат Девушка занимается год и результаты уже налицо Призовые места в городских соревнованиях На метровой полосе препятствий у меня 19,8 Ну, главное, ну, как бы нужен бег здесь, самое главное Есть знать, ну, всю технику, чтобы все соединено было 10,67 тренировки на соревнованиях, 11,1 Ну, каждый элемент нужно делать правильно Там делать подвеску, как бы, чтобы тебя не прибивало, сразу выходить Выброс делать, как бы, когда закрыл, сразу выход делать Регина уверена, что побед могло быть и больше Просто девушки допущены до соревнований только последние два года Теперь они состязаются наравне с юношами Правда, на пятки пока не наступают Уступают во времени, быстроте и сноровке Но обещают еще пару лет и обязательно догонят А, возможно, и перегонят Помогают им в этом опытные тренеры-преподаватели Начала нас готовить Мария Михайловна Она тренер по легкой атлетике Мы ее очень любим, но она очень требовательная и строгая По штурмовой лестнице и преодолевание С полосой препятствий Это всему нас посвятил Сергей Владимирович Мы его тоже очень любим, мы его уважаем Братьев Боязитовых догнать будет не так-то просто Стометровую полосу препятствий и штурмовую лестницу Они проходят за считанные секунды Хайдар и Айдар пошли по стопам отца Который работал в пожарной службе Сегодня на радость ему сыновья ставят личные рекорды Лучшее время мальчишки показывают и среди ровесников Наград разного уровня от города и до страны у них масса Я являюсь двукратным чемпионом России в составе Республики Татарстан Бронзовым призером Приволжского федерального округа в Пензе в 2015 году проходил Я являюсь чемпионом России 2015 года Чемпионом в боевом развертывании 2015 года Пятикратный чемпион Республики Татарстан Чемпионат проходит два дня Сегодня ребята и девушки прошли стометровую полосу препятствий Завтра будут соревнования в подъеме по штурмовой лестнице По итогам двух видов спортсменам, показавшие лучшее время Войдут в состав сборной Татарстана и выступят на чемпионате России Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Смотрите наши новости и передачи в интернете на нашем официальном сайте Там же вы можете проголосовать за фото понравившейся пары в фотоконкурсе «Свадебный переполох» Конкурс проводится телекомпанией Альметьевск ТВ совместно с управлениями культуры, ЗАГС и управлением по делам детей и молодежи Участие принимают пары, решившие связать себя узами брака Голосование на сайте телекомпании Альметьевск ТВ продлится до 29 января Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды А я с вами прощаюсь, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин